Добрый вечер! В примере того, что я вам покажу пару миссий, связанных с освобождением некого Рожковского. Первая миссия себя представляет, мол, придите, убейте одного богатея, который якобы с Рожковским не ладит, и потом вы должны постепенно его освободить через еще несколько заданий, которых я показывать не стану. Почему? Потому что их мне не удалось записать, или мне их не удалось пройти. В общем, вы понимаете, у меня до этого просто не дошли руки, и поэтому я вам объясню следующее. GTA Online Heights себя представляет кооперативный мод для GTA Online. То есть вы участвуете в кооперативе от двух до четырех человек. Изначально три миссии представляют собой коллектив из двух человек. То есть вы и тот, кто владеет хатой. Ну или вы владеете хатой, и тот, кто является вашей шестеркой. И вот мы пафосно и гордо стоим на фоне американского флага. Прям ничто так не передает патриотизм, как... Хотя о каком патриотизме мы можем говорить в той стране, в которой я сейчас об этом начинаю говорить. Ну так вот, ладно, продолжим дальше. Когда дело доходит до четырех персонажей, мы, получается, уже более ответственно подходим к делу. Одним чувакам дают одно задание, другим чувакам двоим дают другое задание. В итоге вы все пафосно сидите у хозяина квартиры. После, когда дело доходит до ответственного дела, вы делите между собой бабки. В некотором случае можно разделить по-коммунистически, то есть все поровну. Выбирайте между собой роли и шмот. И вот, пожалуйста, мы стоим такие пафосные, прямо как для обложки крутого кинобоевика, наподобие, там, не знаю, названия четверо в седле, не считая собаки, или что-то в этом духе. И получается, мы сейчас уже выезжаем на крупное дело, но проблема в чем? Ясное дело, что это название фильма уже придумано не один раз. Почему? Потому что ясное дело, ничего не проходит гладко. Вы ясное дело будете проигрывать. И все зависит от чего? Правильно, не только от вас, а зависит еще от ваших напарников. Дело, собственно, в чем? Дело в том, что если вы хотите идеальное ограбление, хотя бы одно, то вам нужно иметь связь по веб-чату. Ну, а если вы хотите все, то у вас должны быть адекватные напарники. И тогда вы заработаете 10 лямов. Или не получите ничего из обещанного, что вам обещали разработчики. И вот, получается, мы едем долгой дорогой, обрезая каждый раз. И вот наш напарник решил себя почувствовать истинным кавказом, пострелять из машины прямо сигнальной ракеты, потому что, не знаю, взял он именно ее. И рассчитывать на адекватность напарника уже невозможно, но вы молитесь на то, чтобы все прошло идеально гладко. Но вы понимаете следующий момент. В данном случае мы спасаем зэка Рожковского. Да, это русский зэк, который заказал нас. И дело, собственно, в чем? Нам выпала роль зэка, то есть нас не любят больше всего. Напарник со мной рядом, это надзиратель, который нас будет вести. И... Слышь, мудила, ты хотя бы муточку врубишь какую-нибудь? Блядь, но я не это имел в виду. Хотя... Оставь, оставь, все равно пригодится. УАЙТ ШУДЕЛОЙ ЧГИ НА ЦВАЛИ, ЭЙ! Но даже наслаждаясь дорогой, помните самое главное. Тиммейтеры всегда пидоры. Неважно, кто они, главные по миссии или ваши надзиратели, они будут проебывать раз за разом, если они на вертолете, если они на самолете, и вы будете сидеть с грустной моськой, осознавая то, что это не первый раз, когда вы проигрываете, то разбился самолет, то разбился вертолет, и вам будут писать об этом каждый раз, и дело в том, что вы будете злиться, потому что все загрузки очень долгие. Но, может быть, и ваши кривые руки вас подведут, хотя чаще всего будет проигрывать ваш напарник. Но хотя бы у вас останется потом крутая фотка, где вы пафосно стоите с автоматом наперевес, а это единственное ваше оружие нормальное, которое у вас есть. Но помните, вы ни в коем случае не виноваты. Нет, что вы! Вы самое нечистоплотное существо вообще среди вашей команды. Ну а пока я обрезал целых два часа загрузок между одним раундом и вторым, мы едем этой радужной дорогой, и знаете, я вам советую ее запомнить абсолютно. Я даже осмотрюсь по окнам, чтобы вы прочувствовали эту атмосферу езды в тюрьму. Скорее всего, некоторых из нас ждет именно такой путь. Но я надеюсь, что не все им последуют, или хотя бы не все до этого дойдут. Но в данном случае выглядит именно так. И чаще всего водитель не врубает такую ужасную музыку. Но мы это не выбираем. Мы не выбираем вообще водителя. Спасибо, что его не зовут там Вазген или еще как-то. Для нас роль исполнителей самое главное проехать незаметно. Поэтому поприветствуем радужно наших людей, которым мы будем импровизировать. Итак, мне выпала роль зэка и выпала роль надзирательницы, и поэтому она должна быть грубее, а я должен быть податливее. Но дело в том, что у нас всего одно оружие. Это пистолет. И вопрос, куда будет помещаться пистолет-пылемет, ракетница, дробовики. Но чаще всего логичный вопрос в играх, да? Куда это вообще все помещается? Чаще всего вы здесь получите ответ на этот вопрос. В комментарии будет сказано следующее. Вы просто не сидели в тюрьме, и поэтому вы не знаете, как это возможно. Получается, мы красиво расстреляли первые персоналы. Дело в том, что меня учили самым главным. Да, вам нужно уступать. Не важно то, что сиськи здесь больше у меня. В данном случае, то, что я выбрал более симпатичного персонажа, а не какую-то загорелую рыжую бобенцу, которая уснула в солярии. Я, по крайней мере, пропускаю людей вперед силу вежливости. И так мы такие крутые, пафосные, врываемся, как спецназ, расстреливая казня доблестных охранников, которые защищают свою честь тюрьмы и защищают свои жизни. Эти люди должны были вернуться к своим семьям, женам. Но мы этого не дали сделать. Почему? Потому что нам нужно спасти лысого ученого. Почему лысого? Вы сейчас сами все поймете. Ну все, настало время варить мед. После того, как мы взяли с собой русского помолодевшего Уолтера Уайта с характером как Владимира Ильича Ленина, вот с этого момента и начинаются все косяки ваших тиммейтеров. Да, именно касаемо того, что у вас остается мало здоровья, но вы им не можете сообщить по чату, что именно вам нужнее бронежилет, а не им. И в итоге вы обмениваетесь радужными эмоциями, но, по крайней мере, они об этом не узнают. Хотя бы вы будете удовлетворены внутренне морально. Поэтому, чтобы не проходило косяков, вам нужно следующее. Иметь при себе веб-чат, то есть создать тусовку, в которой вы будете переговариваться. Во-вторых, всю аудиторию сделайте под свой язык, то есть чтобы вы друг друга нормально понимали. А иначе, поверьте, это крупная задница объяснять американцу, что вам конкретно нужно. Почему? Потому что чаще всего там просто люди говорят на английском, но не, правильно, они могут быть не американцами, они могут быть итальянцами, сицилийцами и прочими, и они могут понимать это все на полставки. И в итоге вы проигрываете по несколько раз, и поэтому вывод, подбирайте свою команду тщательно, проверяйте с ними не одно дело, и после этого берите их на задание. Ну а я в данном случае обрезал еще тонну загруза, которые здесь были, и в данном случае я устал от тонны проигрышей тиммейтеров, потому что там были ролики на целых 4 часа, но я не хотел снимать GTA 5 Highs, или Dark Souls, или Bloodborne, как я вот снимаю. Кстати, Bloodborne скоро вылью ролики, так что вы готовьтесь. И дело в том, что моя машина всегда воскресает рядом со мной, когда я появляюсь, но в данном случае мы видим, что моя машина осталась в тюрьме. Надеюсь, ее не успели опустить. Спасибо вам за просмотр, дорогие подписчики. До свидания. Чтобы выйти из душа, нажмите треугольник, чтобы пить гарнитуру, а вы будете зарабатывать репутацию. О, ну-ка попробуем. Отсижу за чужие дела, Опер все расписал как с куста, Он повесит на грудь ордена, У меня только матом слова, А сижу за чужие грехи, Я ему на погону... Блять, как это можно петь? Не, хреновый из меня бутырщик. Спасибо за внимание, друзья. Даже в душу устроили караоке. Спасибо. Спасибо. Спасибо.